МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 60% нашего бюджета будет запланировано на социальную сферу. Доходы не покрывают расходы. Депутаты решают, на что пойдут бюджетные деньги. Я всегда приезжаю со своими друзьями, с уральскими пельменями. Но сегодня, друзья мои, так уж получилось, что когда варите пельмени, обычно один всплывает первый. Как я стал русским, 90-е, моя Москва. В Кирове прошла презентация нового телесезона СТС. Из Кирова в Нижний Новгород будет ходить прямой поезд. Первый состав дневного экспресса отправится из областного центра уже 14 декабря в 6.50 утра. В Нижний он прибудет в полдень, а обратно в Киров отправится в 17.30. На выбор пассажирам будут представлены билеты в сидячих вагонах, плацкарте и купе. Напомню, сейчас кировчане могут уехать в Нижний Новгород только на транзитных маршрутах. Пока стоимость проезда в новом поезде неизвестна. Но, как сообщают в РЖД, билеты поступят в продажу уже в ближайшее время. Добраться с комфортом теперь можно и до Москвы. Поезду «Вятка» обновили вагоны. Они начнут курсировать с декабря этого года. Как отметили специалисты железной дороги, средний возраст вагона в составе фирменной вятки составляет всего полтора года. Какие удобства ждут кировчан? Мы с оператором Алексеем Стахеевым проверили на себе. Принципиальных отличий у новых плацкартных вагонов нет. Но есть некоторые детали, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, оба туалета сейчас в конце вагона. Говорят, это удобно в обслуживании. Во-вторых, стал шире тамбур. Пассажирам есть где развернуться. Кроме того, верхняя полка в плацкартном вагоне оборудована современными механизмами, так называемыми доводчиками. Опускается медленно, и пассажиру нижней полки по голове не ударит. Более современным стало и купе начальника поезда. Его рабочее место оборудовано вот таким экраном. Сюда выводится вся информация от системы ГЛОНАСС. Указывается широта, долгота и место расположения поезда. Еще есть спутниковая связь. И начальник поезда всегда может связаться с ситуационным центром в Москве. Даже в тех местах, где не ловит сотовая связь. Современные вагоны оборудованы новейшими системами безопасности. То есть проводник знает всю информацию, что у него творится в вагоне. По всем техническим неисправностям вагона он выдает автоматически, что у него неисправно. То есть включены какие-нибудь розетки, работа кулера, микроволновые печи, состояние туалетов. Ну а в остальном здесь все как в обычных современных пласткартных вагонах. Правда, есть еще одно отличие. Это звукоизоляция. Теперь любителям засыпать под стук колес придется сложнее. Их практически не слышно. А еще есть информационное табло. Пассажиры всегда смогут узнать время, температуру воздуха в салоне, и свободен или нет туалет. После специальной аттестации эти новые пласткартные вагоны войдут в состав фирменного поезда «Вятки» уже в декабре. Дмитрий Житарчук, Алексей Стахиев, Бюро новостей, Давича. Хорошие новости для владельцев автотранспорта. Объездную дорогу через Вересники откроют в понедельник, 15 ноября. Земляные работы уже закончены. Сейчас там облагоустраивают территорию и начинают класть новый асфальт. Напомню, с начала октября и до сих пор по улице Пристонская, на отрезке от улицы Спасской до улицы Лесозаводской прекращено движение всех видов транспорта. Там прокладывают канализационный коллектор. Коммуникация позволит развиваться на Овятскому району и Чистым прудам. Общая длина составит 2 километра. Правда, дорогу через Вересники коммунальщики обещали открыть еще две недели назад. Признаются, не рассчитали объем работ. Это обводненность грунта. Потому что здесь очень много ключей. Они буквально бьют с каждого квадратного метра. Соответственно, очень много перекачали воды. И тут историческая часть города. Мы боялись что-либо задеть, повредить. Мы не ожидали увидеть настолько большой исторический слой грунта, который там буквально около трех метров. Это старые какие-то бревна, какие-то дороги. Тем временем, чтобы избежать пробок и разгрузить дорожную сеть, в городе чиновники решили изменить маршруты некоторых автобусов. А часть из них и вовсе сократить. Так, с 1 января 2015 года в Кирове перестанут курсировать 73-й и 68-й автобусы. А также троллейбус номер 6. По словам представителей компании, которая занималась разработкой новой схемы, сейчас некоторые маршруты дублируют друг друга. В то время как в новых микрорайонах, таких как Чистые пруды, Солнечный берег и Слободазиновы, общественного транспорта, не хватает. Чтобы кировщане тоже принимали участие в изменениях, которые происходят с транспортной сеткой, городские власти проводят общественные слушания. Первые прошли накануне в Первомайском районе. Собравшиеся еще раз обсудили, как теперь будут ходить автобусы и троллейбусы в Кирове. К какому выводу пришли, расскажет Ольга Величко. Татьяна Алексеевна приехала на эти слушания из Сидоровки по просьбе жителей своего поселка. Из Кирова до их населенного пункта ходит только 117-й автобус. Два года назад его маршрут изменили. Теперь перед поселком автобус делает большой крюк и заезжает сначала в поселок Сунцовы. Но желающих выйти там почти не бывает. Автобус перегрушенный идет в Сунцово с нами со всеми. Там выходит 5-6 человек и заходит человека 3-4. От 26-27 человек едет в Сидоровку, теряя 40 минут времени. Таких недоработок в маршрутной сети много, считают в администрации города. Поэтому они поручили специалистам изучить проблему научно. Те применили современные компьютерные методики и выяснили, где больше всего рабочих мест в городе, торговых центрах, как часто их посещают горожане и, следовательно, какие маршруты в этих местах самые востребованные. Оказалось, многие маршруты дублируют друг друга. А некоторые районы города, например, улица Горького, оказываются и вовсе без общественного транспорта. Естественно, граждане, которые привыкли ездить без пересадок и понимают, что сейчас их ждет момент того, что им все-таки придется ездить с пересадками, но нужно понимать, что они не одни в городе живут. И согласно той маршрутной модели, которая сейчас презентоваться будет, число пересадок в целом для граждан уменьшится. Более того, время поездки из точки А в точку Б также сократится. Горожанам не стоит беспокоиться, говорят специалисты. Да, некоторые маршруты уберут, но на их место пустят уже существующее. Как именно пойдут автобусы и троллейбусы, теперь зависит и от кировчан тоже. Те предложения, которые были высказаны, уже нами были учтены. И та презентация, которую мы, допустим, презентовали, соответственно, в 11 часов понедельник с утра, и ту презентацию, которую будем показывать вами, уже есть некое отличие. В этом ничего страшного нет, потому что изначально мы говорили, что это проект маршрутной сети. Ни один район города без транспорта не останется, обещают в городадминистрации. А вот если ничего не менять, заверяют специалисты, уже через год-полтора в Кирове ситуация на дорогах будет даже хуже, чем в Москве. Ольга Величко, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Пока одни представители власти думают, как решить транспортную проблему, другие обсуждают, на что потратят бюджетные деньги в следующем году. Статей расходов слишком много, все они необходимы. Но чтобы покрыть их, доходов не хватает. Несмотря на то, что бюджет в этом году опять дефицитный, депутаты все еще стараются его изменить. Подробности у Анны Мамаевой. Депутаты на слушаниях бьются за каждую отдельную статью расходов, за каждый отдельный объект. Это уже второе слушание городского бюджета 2015 года. Пока его не приняли, еще можно повлиять, на что пойдут деньги в следующем году. Там учатся дети, которые с остановки, которые ходят пешком к училищу, и эта дорога не освещена. В этом году и в этом году тоже не рассмотрели. По освещению отдельно, посмотрите, пожалуйста, это не только, здесь еще вот кого нет, будут задавать вопросы. С освещением нам нужно в городе тему заканчиваем. У нас программа была, энергозберегающая. То есть это много, окраин особенно, вот все свободы там. Посмотреть комминтерн там, ДСК. Согласно проекту, бюджет дефицитный. Городу в следующем году понадобится почти 9 миллиардов рублей. Из них почти полмиллиарда дефицит. Но депутаты уверяют, экономить на людях не будут. Все годы у нас бюджет социально направлен. Больше 60% нашего бюджета будет запланировано на социальную сферу. То есть образование, культура, физкультура и спорт. То есть это никуда не денется? Это никуда не денется, естественно. Это приоритетная задача. Но в то же время не будет, естественно, забыто и благоустройство, и жилищно-коммунальное хозяйство, и наши парки, и скверы. После депутатских слушаний 18 ноября пройдут общественные, на которых каждый желающий сможет высказать предложение, как следует расходовать деньги в будущем году. Только после этого городские власти утвердят бюджет на 2015 год. С финансовым документом можно ознакомиться на сайте администрации города. Анна Мамаева, Николай Шхарбеев, Бюро новостей. ДАВИЧЕ. 25-летняя жительница села Бобина убила своего новорожденного ребенка. Девушка родила его дома, после чего завернула в пакет. Пакет, в свою очередь, положила в сумку и спрятала в холодном пристрое. Неладная заподозрила коллега девушки, когда увидела, что та сильно похудела. Она обратилась в полицию. По данным экспертизы, малыш умер от недостатка кислорода. Его тело пролежало в пакете больше двух недель. Подозреваемая осозналась в содеянном, объяснив свой поступок тяжелым материальным положением. В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой мер пресечений, не связанной с заключением под стражу. В Кирове открывается бесплатный авиакружок. Занятия будут проходить на базе Центра детского технического творчества и посетить его смогут школьники с 9 по 11 класс. Уроки будут как теоретические, так и практические. Ребята смогут не только заниматься на компьютерах и авиасимуляторах, но и регулярно посещать аэродром. В программу обучения входят и бесплатные прогулочные полеты на самолетах и вертолетах. О других новостях города и области в коротком видеообзоре. С наступлением осени в регионе выросло количество аварий с участием пешеходов. Только за вчерашний день на дорогах областного центра произошло 43 ДТП, в которых двое пешеходов получили травмы. В связи с этим полицейские просят быть внимательными участников дорожного движения. Водителей соблюдать скоростной режим и быть осторожнее вблизи переходов и остановок общественного транспорта, а пешеходов переходить дорогу только в установленных местах. При этом сначала нужно убедиться, что водитель вас видит и пропускает. В Кирове с нового года может подняться плата за детский сад. Этот вопрос сейчас обсуждают депутаты. Как пояснили в городской администрации, связано это с тем, что цены на продукты выросли. А выдерживать калорийность питания, нормы Роспотребнадзора и другие требования по-прежнему нужно. Поэтому компенсировать рост цен поможет повышение платы на 15%, то есть не более чем на 266 рублей. Эту сумму чиновники назвали объективной. В преддверии дня борьбы со СПИДом, который во всем мире проходит 1 декабря, корреспонденты программы «Точка зрения» подготовили серию специальных репортажей о ВИЧ и СПИДе. Сюжеты будут выходить каждое воскресенье в течение месяца. Второй материал «Тестирование на ВИЧ» выйдет в эфир 16 ноября в 19.30 на телеканале Вятка ТВ. Сейчас ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Вместо печатных машинок – компьютеры. Ветеранам вручили новую технику. «Как я стал русским» – 90-е. «Моя Москва». В Кирове прошла презентация нового телесезона «СТС». Сменили платье на футбольную форму. Девушки из «Вятских полян» увлеклись мужским видом спорта. Это «Давича». Продолжаем выпуск. На смену печатным машинкам – компьютеры. Сегодня представителям районных советов ветеранов губернатор Никита Белых вручил новую технику. До этого пожилые люди оформляли документы от руки либо на старых списанных компьютерах. Своей радостью от подарка ветераны поделились с Аленой Милиной. Первой на сцену за техническим паспортом поднялась Нина Жданова, член Совета ветеранов из Котельнича. Сегодня в свой родной город она привезет новый компьютер. И это, говорит женщина, не может не радовать. Я очень счастлива. Если честно, даже не ожидала, что первый нам будет вручать. Потому что, когда мы озвучили свою свою проблему на встрече, мы даже подумать не могли, что вдруг нам выдадут компьютер. Мы все работаем на допотопных, переданных с администрации спицыных. Кто-то из дома принес. А то такая новая оргтехника, мы все счастливы. Эту встречу представители районных советов ветеранов ждали с особым чувством. Еще осенью они рассказали губернатору, что для работы им не хватает компьютеров и принтеров. Спустя два месяца Никита Юрьевич решил исправить ситуацию. Считаю, что власть и общество особое внимание должны утерять именно проблемам ветеранов, защищать их достоинства, права и благополучия. Кировский областной совет ветеранов войны, труда, обожженных сил и правоохранительных органов принимает самое активное участие в социальной, культурной, экономической и политической жизни нашего региона. Проблем с освоением новой техники не будет, уверяют пожилые люди. Уже тысячи пенсионеров из районов прошли курсы компьютерной грамотности. А для тех, кто только задумывается об обучении, будут проводить уроки в онлайн-режиме. Всего комплекты оргтехники сегодня вручили представителям из 30 районов области. А это значит, что для них печатные машинки и документы, заполненные от руки, теперь в прошлом. Как я стал русским, 90-е и моя Москва. Это новые проекты на телеканале СТС. Накануне в Театре Кукол состоялась презентация нового сезона телеканала в Кирове. Кстати, телекомпании СТС 9 канал в этом году исполнилось 20 лет. Поэтому презентация была особенно праздничной. О новинках сезона и об атмосфере мероприятия расскажет Анна Мамаева. У меня это первое сольное выступление. Я всегда приезжаю со своими друзьями, с уральскими пельменями. Но сегодня, друзья мои, так уж получилось, что когда варите пельмени, обычно один всплывает первый. Перед вами то, что всплыло. Андрей Рожков обычно выступает вместе с большой компанией. Теперь же в Киров приехал один. И не просто с концертом. Он главный ведущий презентации нового сезона на СТС. Мероприятие праздничное. Ведь это юбилейный сезон для телекомпании СТС 9 канал. В этом году компания отпраздновала свой 20-й день рождения. За 20 лет два ТЭФИ, даже три ТЭФИ. Огромное количество других наград. Невероятно интересная история с партнерством компании СТС. Прекрасные отношения с клиентами, с бизнесом города Кирова. В такой праздник принято дарить подарки. СТС дарит своим зрителям сразу несколько премьер. Совсем скоро на суд зрителей СТС выйдет сериал «Моя Москва». Ситком о том, как добиться успеха в столице. Еще один новый проект «Как я стал русским». О приключениях американца в России. Я вас, русский, сначала не понял, а потом немножечко выпил и понял. Выйдут также и продолжения всеми любимых проектов. Например, новые серии второго сезона сериала «Молодежка» выйдут уже в этот понедельник, 17 ноября. Главных героев ждут новые хоккейные матчи, победы и поражения. Ну и, конечно, новые истории любви. А это тебе. Отметьте, моя веселье. Это трон романтический вечер. Ну да, держи. После видеопрезентации партнеры телекомпании СТС «Девятый канал» смогли попробовать шедевры молекулярной кухни и других кулинарных изысков. Но все разговоры в кулуарах сводились к самому вкусному не на фуршете, а на телеэкранах. Это такие рамки семейного просмотра, когда ты можешь взять с собой ребенка, независимо от его возраста, посадить с собой на диван и посмотреть любую программу. Ночью меня смотрят уральских пельменев, и мы сегодня вместе их смотреть. Так что обязательно новости, куда без новостей. Вот она самая любимая, самая популярная. Мы очень надеемся, что в этом телевизионном новом году мы обязательно найдем друг друга в новых проектах и будем их поддерживать. Все самое новое и интересное на телеканале СТС в этом сезоне стартует уже с понедельника. Анна Мамаева, Николай Шхарбеев, Данил Кочкин, Бюро новостей. Да, Вича. Спонсор новостей спорта – сеть магазинов «Юникс». Полярная экспедиция – это испытание не только для людей, но и для техники. Там не просто холодно, там экстремально холодно. Без хороших аккумуляторов в Арктике делать нечего. Аккумулятор «Титан» мощно заряжен. Покупайте «Титан» у официального дилера. Вместо платьев и каблуков – бутсы и футбольная форма. В Вятских полянах закупки по футболу. Будут бороться девушки. Женская команда по этому виду спорта там существует уже пару лет. До этого девушки только тренировались, но сейчас готовы выйти на серьезные соревнования. Подробности прямо сейчас. По свистку женская команда по футболу начинает свою разминку. Тренируется по специальной технике, которая несколько отличается от мужской. Сначала тренер лично показывает, как вести мяч, делать точные передачи и идти в атаку. После чего девушки начинают отрабатывать приемы. За каждую ошибку на тренировке разработана своя система наказаний. Если мяч не оказался в воротах – упор лежа. Такие трудности не пугают юную спортсменку Ирину. Тренировки приносят удовольствие. Футбол – это как в неком случае мужской вид спорта, но захотела. Стало очень спортивное. Стало меньше времени, но зато стало больше сил. Тренер женской команды тоже отмечает положительную динамику. Девушки усовершенствовали свои тактические и технические навыки. Первый год они приходили, они даже не могли по мячу попасть. А сейчас они бьют так, что даже мальчики завидуют, как они бьют силу удара. Силу удара каждый раз на тренировке испытывает Ирина. Она вратарь команды. На ней лежит главная ответственность – не пропустить гол. А потому даже на разминке она сосредоточена и собрана. Это не самая легкая задача. Надо поймать. И от вратаря зависит многое. Ну и вроде как получается быть вратарем. Девушки понимают – футбол – игра командная. И от каждого участника зависит победа. Уже скоро они смогут проверить свои силы. В конце декабря в Кирове состоятся соревнования по мини-футболу, в которых они планируют поучаствовать. Таким был этот четверг глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. На этом все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин